Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала ГУЛАГУ.НЕТС. С вами я, Владимир Осечкин, и мы продолжаем большие интересные разговоры с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях Евгений Вадимович Савастьянов. Человек, который был первым руководителем контрразведки ФСБ, ФСК в молодой России в начале 90-х, с 91-го по 94-й год, а также занимал серьезную позицию в КГБ СССР, который уже заканчивался к тому моменту и был одним из заместителей председателя КГБ. Евгений Вадимович, добрый день, приветствую вас, спасибо, что согласились продолжить общение со мной. И, как вы помните, в прошлый раз мы с вами договаривались, что с определенного момента мы продолжим следующий разговор, и вы расскажете о том интересном моменте, где как раз у вас было определенное противостояние с админресурсом, при том, что вы сами были руководителем управления по Москве и Московской области. Если можете, давайте тогда с этого начнем и постепенно перейдем к событиям нынешних дней и вот этой вот спецоперации «Воры в погонах», которую ФСБ начало несколько недель назад против Минобороновских генералов. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Валерьевич, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну, мы с вами действительно, по-моему, хорошо на крючок подсадили вашу аудиторию, пообещав, что какую-нибудь интересную историю мы расскажем в начале следующей программы. И вы задали вопрос, бывали ли случаи попыток с помощью административного давления остановить нашу работу. Вот один такой случай действительно имел место. Это был 1994 год. Напомню события предшествующие. В декабре 1993 года, после матча хоккейного на приз «Известий», я узнал о том, что Ельцин подписал указ о распуске нашей спецслужбы, о ликвидации ее. Ирония судьбы заключается в том, что в следующем году мне к этому «Кубку известий» пришлось снова вернуться. По одной простой причине. И тут мы возвращаемся к вопросу о том, как проходили выборы 96-го года. Президентские выборы 96-го года. Вот недавно много обсуждался вопрос о роли залоговых аукционов в этом процессе. Но все началось гораздо раньше. Итак, в намерении создать кошелек для этих выборов, Кордаков осуществил два мероприятия. Первое – был создан Национальный фонд спорта. Задача у Национального фонда спорта, во главе него был построен Борис Федоров, только не тот Борис Федоров, который был министром финансов России, осуществил финансовую реформу, а другой Борис Федоров в совершенно иной биографии. Вот тот, другой Борис Федоров, возглав Национальный фонд спорта, у которого было несколько задач. Первое, главное, как я уже сказал, это было заготовить, заскландировать деньги на проведение предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Второе, создать кошелек, при котором, значит, уважаемый человек и сосед президента по дому на Осенней улице Торпищев мог бы чувствовать себя человеком, стоящим на больших денежных потоках. И, наконец, третье, это оттянуть спортивную общественность от партии спортсменов, которые создавал известный уголовный альтеритет Атари Квантришвили. Значит, кстати, даже на футбольно-памятном матче в 92-м году между сборной Москвы и России Квантришвили таки добрался до Ельцина и вручил ему именной подарок, за что я выговаривал Коржакова, конечно, гад. Вот такой контакт допустить. И так был создан Национальный фонд спорта, для которого было создано изъятие в налоговых таможенных платежах. Оно должно было соответствовать расходованию средств на проведение тех или иных спортивно-массовых мероприятий. И вот мне приходит и доклад, Евгений Ильич, а вот что делать? Национальный фонд спорта освоил деньги, ну, точнее, недоплатил таможенную почвину, уклонился в этот плат налог, в размере в 60 раз превышающий бюджет хоккейного турнира на приз газеты «Известия» списал, и все вот на проведение этого хоккейного турнира. Я говорю, ну что, давайте проверим. Проверили, да, подтверждать. Ну, собаки сажать надо, что делать в таких случаях? Начали приказы завести в уголовное дело. Возбуждаются уголовное дело, начинаются соответствующие процедуры, обыска, допросы. Проходит буквально несколько дней, мне звонит Шамиль Торпич. И Евгений Вадимович, а вот что это? Вы там рисуете Национальный фонд спорта, там стоят такие люди, они делают такую важную, большую работу, они заботятся, тра-та-та-та-та. Я вежливо выслушал его, говорю, ну вот, Шамиль Андреевич, я чувствую, очень хорошо в курсе дела, поэтому, пожалуйста, ко мне завтра на допрос в 12 часов в качестве свидетеля. Торпичем отреагировал, мне говорят, да вы что, да я этот фонд вообще не знаю, знаете, какой известный фильм Миминов, да какой фонд спорта, да. Ну, я, значит, на этом разговоре закончился, приглашение на допрос отложил. Отложил, ну, я думаю, сейчас ведь снова будет звонок, точно звонит Коржаков. Ну, он в такой своей характерной манере, немножко дурашливый, значит, похихикывает, похохатывает. Женя, чего это, вот твои ребята фонд спорта прессуют, значит, шеф, он так называл, шеф, его высоко ценят. Я говорю, ну, я говорю, что, Саша, ты понимаешь, я все внимательно проверил сам, лично. Жулики, состав преступления налицо, значит, уголовное дело возбуждено законом, комментарии больше не нужно. Да, Саша говорит, все понял, да не, я так просто, знаешь, поинтересоваться, там ничего как-то не знаю. Вот, проходит еще несколько минут, звонит уже генеральный прокурор Ильишенко, значит, который в свое время Коржаков пробил эту должность. Евгений Вадимович, а почему каждый раз, когда вот президент кому-то выделяет какие-то льготы, ваши сотрудники начинают возбуждать уголовные дела, допрашивают людей и так далее, и так далее? Мире Алексея Николаевич, ну, во-первых, не каждый раз, но, к сожалению, очень распространена практика, когда выделяемые льготы используются не по назначению, когда соответствующая организация связана с уголовным миром и старается это направить в эти потоки денежные в свою сторону. Так что, говорю, нет, все нормально, возбудили закон. Но вы понимаете, что генеральная прокуратура имеет законное право изъять к своему ведению любое уголовное дело? Я говорю, конечно, понимаем. Вот мы забираем к себе уголовное дело, пришлите его нам. Я говорю, нет, вы сначала пришлите официальный запрос, а потом уже мы будем по официальному запросу реагировать. Хорошо, говорит, я пришлю запрос, а вы отдадите дело Гайданову. Пришел запрос, ну, ничего не поделаешь, уголовно-процессуальный кодекс есть уголовно-процессуальный кодекс. Начальник совестной службы Шмячкин, он такой мужчина, это очень жесткого характера, был решительный и неуступчивый. Приехал к Гайданову, просто в него начал швыряться с этими папками сделок, и там с полуматом удалился из кабинета генерального прокурора. А, конечно, Гайданов по поручению Илюшенко дело закрыло. Вот это был единственный случай эффективного административного вмешательства в наши дела. Были случаи другие, когда, скажем, просили о помощи. Ну, а это уже совсем другая история. Скажем, вот пришла жена Собчака Тарусова, это я уже работал в администрации президента, и говорит, Евгений Владимирович, вот гады, генеральный, пересует Анатолий Александрович, значит, на законы преследует, все такое прочее. Конечно, я же с Собчаком-то хорошо был знаком, и, в общем, честно говоря, с некоторой болью душевно наблюдал всю эту историю, потому что я понимал, что она затеянна, конечно, по инициативе Кожакова, чтобы добиться его смещения, сторонения из политического поля. Но это одна сторона, а если объективная сторона, вот это вопрос. Я позвонил Скуратову, говорю, Юрий Ильич, все-таки что у нас с Собчаком? Он говорит, Евгений, я не буду ничего рассказывать, вот я пришлю вам все материалы дела. Вы сами посмотрите, и вот потом вернемся к этому разговору. Он действительно присылает мне материалы уголовного дела. Я сижу, вызываю там своих специалистов, которые работали в следственной части. Да, увы, увы, и причем двойное увы, потому что имеется на лицо злоупотребление должностными полномочиями, с одной стороны, а с другой стороны, за всем видна рука самой Нарусова. Понимаете? И вот она фактически, влияя на мужа, ну, уж, ну, Андрей Александрович, человек был довольно такой, беспечный, что ли, легкий. Вот он подмахивал бумаги, которому приносил посредница интересованную реализацию этой сделки. Вот были такие случаи. Ну, или, скажем, там, как-то Пономарев приходит с коллегами, какого-то из правозащитников арестовали и мучают. Я позвонил начальнику СИН, говорю, что вот там-то у вас сидит такой-то, значит, я буду следить за тем, чтобы к нему не применялись какие-то специальные меры. То есть, ну, это были вот другого рода совершенно решательства. А вот так, чтобы административно давили и требовали принять какие-то, совершить какие-то действия, вот был один такой случай. Вот. Но, кстати говоря, если продолжить эту тему, это уже было, это была одна из копилок, созданных Кожаковым выбором. Второй была компания «Ивихон». Нефтяная компания. У нее предыстория такая. В 91-м году Ельцин совершал предвыборное турне по России. Выборцы президента были. Приехал он в Сибирь и, значит, там навещал одно из добычных предприятий и тамошний мастер по фамилии Каптенко ему говорит, а что, Борис Николаевич, а Славану в верхотуру буровой поднялся. А Борис Николаевич говорит, да запросто. И вот они вдвоем поднимаются на верхотуру буровой. Каптенко достает из кармана заготовленную фляжку водки, собственную настойку, говорит, а что, Борис Николаевич, а на верхотуре по стаканчику, а? Ну вот они по стаканчику на верхотуре тяпнули. Борис Николаевич человека запомнил. И когда по навещению Коржакова и Борисукова Каптенко подал документы на имя Ельцин на том, что никуда бы в интересах фонда развития малых народов, видите, всюду такие благородные-то были прикрытия, вот, что нужно создать нефтяную компанию. И вот создали нефтяную компанию и Викон, ей без всякого конкурса. Были выделены участки на югре, субширотной части реки Аби, Солымские месторождения, Верхний Солым, Средний Солым и Водолы, по-моему, три такие месторождения. Вот, и они были к тому же освобождены, да, им были выделены государственные дотации на развитие этих предприятий. Вот, потом, да, вернусь назад все-таки к этому Национальному фонду спорта. Прошло время, и уже в 95-м году, а нет, в 96-м году, значит, Коржаков говорит этому самому, Федору, ну, все, давай деньги, значит, начинается предвыборная кампания, надо, значит, помогать Борису Николаевичу. А то, говорит, какие деньги? Нет никаких денег. Деньги все в обороте, денег свободных нет. Ну, и вот у Коржаков был такой зам, Стрелецкий, и он в своей книге описывает состоявшийся разговор, значит, Коржаков и Торпичев приглашают Бойко, Бойко, Федорова, значит, и руководитель службы безопасности президента ему говорит, ты хоть 300 миллионов долларов давай, а то мы тебе, значит, глазки, ручки, ножки и так далее повредим. Он говорит, нет денег свободных, а ты же отдал 10 миллионов долларов Чубайсу на предвыборную кампанию. Ну, а тот говорит, вот, Чубайс и обращайтесь. Откуда, почему? Надо сказать, что все деньги, которые получал Чубайс, они обязательным образом проходили через самого Коржакова. Мне Рокозин, Георгий Георгиевич, он отвечал как раз за контроль каждой копеечки, то есть, каждую копеечку Коржаков знал. То есть, здесь было двойное лукавство. Ну, потом, как вы знаете, может быть, у Федорову судьба сложилась незавидно, действительно, пострадал он очень сильно. Вот. А здесь, значит, вот история с Виконом тоже была. Когда дошло дело до того, что, значит, надо получать деньги на избирательную кампанию, выяснилось, что кампания по-прежнему операционную деятельность не развила. Ну, вот. И тогда, значит, пошли по третьему пути. Пришла группа товарищей в голове с Виноградовым, с Потаниной, Виноградовым, Ходорковским, Смоленским с предложением провести залогового цивона. Ну, их тогда отклонили, а ближе к концу года, в 95-м, предложение было принято уже с другим составом участников. Из предыдущих остались только Потанина и Ходорковский, остальные были новые. Ну, в том числе формально Абрамовский, Березовский, де-факто Абрамович. И тут надо сказать, чем вообще были, по сути, залоговые аукционы. Многие не понимают сути. Залоговые аукционы были грандиозной операцией по обналичиванию бюджетных денег. Не больше и не меньше. Потому что банки, которые субсидировали избирательную кампанию Ельцина, они оперировали бюджетными деньгами. То есть, фактически, это была операция по обналичке бюджетных денег, за которую посредники получили не скромную комиссию, как полагается в таких случаях, а получили 12 предприятий России, среди них были крупнейшие. Но, тут надо указать, опять-таки, на две важнейшие детали. Первая деталь заключается в том, что все выборы России были искажены одним простым фактом. В них принимали участие коммунисты 75 лет, обладавшие монополией на власть, которые присвоили себе все достижения, все... Люди же помнят, по молодости только хорошее. И имели поэтому огромную, безослуженную форму. Поэтому, пока коммунисты участвовали в выборах, они все были незаконны. Ну, точнее говоря, нечестны. Второе. Результаты голосования не были искажены в пользу ЕСИ. По одной простой причине, что огромное количество губернаторов симпатизировали коммунистов. А если кто и мог повлиять, но таких особо, кстати, случаев-то и не было, то это, в первую очередь, губернаторы. То есть, говорить о том, что результаты выборов 1996 года были подтасованы, что они были искажены, по сути своей неверно. Искажены были за счет участия коммунистов. Это да. А в основном нет. Ну, вот эти два случая, они как бы характеризуют, мы совершили немножко переход к другой теме, к теме о выборах. Ну, если можно, Евгений Вадимович, хотел бы про залоговое аукционо все-таки дополнительный вопрос вам задать. То есть, правильно я понимаю, вот вы сказали, что это речь, ну, если простым языком обналичивания бюджетных средств, но если перевести на юридический язык, речь шла о масштабном хищении бюджетных средств через вот эту вот схему. Или нет? Безусловно. Безусловно. Потому что, ну, сама коробка из-под серокса является убедительным тому доказательством. Конечно, бюджетные средства, крутившиеся в банке, обналичивались и расходовались не официальным путем, не тем путем, которым должны были расходоваться деньги налогоплательщиков. Это безусловно. То есть, государство обладало огромным количеством ресурсных предприятий, норникель, там, нефтегазовый сектор и так далее? Не огромно. Таких предприятий было не так много. У этих предприятий ведь была одна общая черта. У них был устойчивый зарубежный рынок. Его нужно было поддерживать там. Там были реально огромные проблемы с обеспечением работоспособности предприятия, но в значительной степени эти проблемы были обеспечены воровством менеджмента. Причем, ведь вы знаете эту пятиходовку Березовского. Сначала мы приватизируем менеджмент, через менеджмент мы приватизируем финансовые потоки, через финансовые потоки мы приватизируем акции, через акции мы приватизируем владения, а потом мы продаем с большим доходом. Такой универсальный рецепт из упыточной жизни. Ну, формулировал Березовский, реализовывал обработку. Реальная практика была. Вот именно об этом идет речь. О том, что для того, чтобы профанцировать предвыборную компанию Ельцина, совершались хищения бюджетных средств. Но надо понимать, что точно такие же хищения совершались из угадов. То есть в этом смысле это была бы, если бы это не делать, это была бы игра в одни ворота против президента. А у Зюганова что за ситуация была с коррупцией? Вы говорите, аналогичная схема была. Что там было у Зюганова? Агробанк. Он работал через Агробанк. Он работал через губернаторов, которые были близки ему по двух, так называемый Красный Поезд, целый ряд губернаторов в Сибири. Ему давали региональные. То есть, скажем так, если бы не было интересантов в проведении предвыборной кампании, то у России сохранялись бы денежные средства на счету, которые не были бы потрачены на предвыборную кампанию. И сохранились бы те самые ресурсные предприятия, чью продукцию гарантированно покупали за рубежом, за валюту. Они бы не сохранились. Надо сразу сказать, потому что все равно бы их надо было приоритизировать. Все равно нужно было осуществлять реформу собственника, который вывел бы их в совершенно другой характер отношения. Просто собственники были бы другие. Вот с моей точки зрения, аукционы по этим предприятиям должны были быть открытыми для иностранцев. Да, и тогда бы огромные деньги были заплачены реально за крупнейшую металлургическую кампанию, за крупнейшую нефтяную кампанию, за крупнейший торговый порт. Вот, то есть, что получается? Когда вы ограничиваете круг участников, вы прибыль, которую могло бы получить государство, отдаете участникам, которые получают по блату. Мне все время... Да, кстати, можно вспомнить пример государственной инвестиционной корпорации. Да, которая была создана в 1922 году под Петрова, под Юрия Петрова. Туда же были, предполагалось, сложить деньги, которые можно было купить и норильские никель, и Сибнефть, и так далее, и так далее. Там другое дело, что Чубайс постарался саботировать этот указ президента и не дать стоящие деньги. Но мне Юрий Петров говорил потом спотетически, так закатывая глаза, ни в коем случае нельзя разрешить продажу земли иностранцам. Я говорю, ну да, Юрий Владимирович, вы хотите ее сами скупить по дешевке, а потом дорого продать иностранцам. Знаем мы эти фокусы. То есть, нет, конечно, мы ясно понимать должны, что в переходе к новой экономике могли быть только несколько вариантов развития. Первый – оставить все в собственности государства. Как государство умеет управлять экономикой, мы хорошо знаем и по тем годам, и по этим. Второе – раздать всем по роду. Как эффективно работают колхозы, мы тоже хорошо знаем, и это тоже не проходило бы. Другое дело, что, ну вот я же тогда предлагал, чтобы профсоюзы взяли на себя функции траста, сосредоточили у себя акции работников предприятий, и используя эти акции как золотой ключик такой, не позволяли бы уводить прибыль от предприятий в офшоры. Это можно было сделать, но это не было сделано. Третье – пойти на то, чтобы собственность будет неравномерно распределяться. Но здесь это был наиболее эффективный шаг, но только при надлежащем исполнении. А когда раздают своим, то это и неэффективный шаг, и несправедливый шаг. Понимаете, вот можно эффективностью компенсировать несправедливость, можно справедливостью компенсировать неэффективность, но и неэффективность, и несправедливость, они, конечно, не имеют никакого права. Если можно, давайте вернемся к вопросу вот того времени о столкновении службы безопасности Гусинского и службы безопасности президента Коржакова. Если можете, расскажите, пожалуйста, о тех событиях, что там тогда происходило. Ну, это вообще одна из моих любимых тем. Она, нельзя ее сводить к столкновению Коржакова и Гусинского и службы безопасности одной, службы безопасности другой. Речь идет о том, что Коржаков вычищал политическое поле. Его конечной идеей было в том, чтобы поставить Ельцину перед необходимостью, вообще говоря, отказаться от выборов и перейти к незаконному управлению с опорой на самого Коржакова и со Скорца, которым либо таким образом стать реальной властью в стране. Лужкова и его экономику городскую, его клан управленческий, они постоянно рассматривали как одну из главных угроз себе. В Москве даже более существенны, чем коммунисты, которые они видели в прошлом. И Коржаков постоянно старался натравить Ельцина на Лужкову. Кстати говоря, и поводы были. Скажем, когда мы говорим о том, как началась коррупция в России, то надо, конечно, понимать, что вначале все-таки это было не федерального. Первый пример, по-моему, первый пример, кстати говоря, подали московской власти, когда жена мэра стала по его крылом очень успешным предпринимателем. Я помню, когда я увидел ее книгу «Основы малого бизнеса», Елена Батуриевна «Основы малого бизнеса». Я открыл ее, посмотрел, сказал, что вообще говоря, книга должна состоять из одного абзаца. Выйди замуж за мэра. И тогда, собственно, вот это и будет основой такого малого бизнеса. А были объективные основания для того, чтобы Ельцин, который к тому моменту, в общем, Ельцин вообще деньгами не могу, а вас практически не интересует. И да, вот к этой хапужественности интересные отношения. Ну и в целом, вот за всем за этим стояло стремление Коржакова убрать Лужкова политического поля. Это, кстати говоря, прослеживалось еще и в 92-м году. И среди прочих мишеней выбрали Гусинского. Видимо, была какая-то разработка. Но очень поверстная, потому что я потом не знакомился с материалом службы безопасности президента. Конечно, они чего-то уничтожили. Но все же не выжжешь. Да, то есть, как всегда у них, это была очень поверстная разработка. Вот. И в конце концов, они решили просто в нахалку, так что называется, штурмом доказать. Когда я потом спрашивал у сотрудников службы безопасности президента, у того же Рогозева в частности, а в чем был оперативный замысел, как вообще мыслилось о развитии этой истории, они говорили, не знаем. Кожаков поставил задачу, которую мы и сами не очень понимали. А в деталях это было так. Значит, 26 ноября 1994 года провальный штурм Грозного с частями Гриминного Совета Чеченской Республики с танками, на которые посадили российский экипаж. Но это было, ну, по-моему, мы говорили, это было ДОСИ абсолютно, потому что она исказила сам замысел работы в Чечне. Вот. И огромные потери. И 28-го числа Ельцин собирает Совет на запас и принимает решение о вводе в Чечне практически. 29-го числа, как старший оперативный начальник по Москве и Московской области, я увожу режим оперативного вселенной по Москве и Московской области. 30-го обстреляна машина Шахрая, который незадолго до этого еще был министром по делам национальности. Значит, начинается расследование. Ну, понятно, что это уже плохой сигнал. Плохой сигнал. Особенно если подтвердится, что это связано с событиями в Чечне. 1-го числа ко мне приходит Гусинский и говорит, что вот заметил на трассе машины, кто может за мной следить. Ну, я так посмотрел, говорю, мы-то не мы, МВД не МВД, ну, я так ляпал, на всякий случай, гру. Хотя, понятно, ну, кто может следить на трассе президентского проезда. Так, но служба безопасности, уголовное управление охраной, тогда таких полномочий нет. На следующий день мне звонит и говорит, что за мной по Рублевке едут машины, пытаются то обогнать, то заблокировать. Там до зубов вооруженные люди. Сейчас они приехали и стоят на Канюшковской улице, в дом, ну, Белый дом, в дом правительства. Я позвонил Панкратову, начальнику московской милиции, Владимир, говорю, твои люди там работают, мне, говорит, не мои. Вот это да. Вообще ситуация становится странной. Кроме меня и кроме Панкратова в Москве оперативную деятельность вести никто не может. Такого рода, да. Я, значит, говорил своим бойцам, там, ну, подразделение силовое соответствующее, говорю, ну-ка поезжайте-ка проверить, что за машина до зубов. Да, кстати, сказали, гранатомет у них в машине там находится. Кто там стоит? А у меня, в основном, в этот момент совещание проходило, значит, мы готовили выезд группы авангардной в Чечню для работы там со мной вместе. Ну, и, значит, обсуждается вопрос обеспечения, там, радиостанции, там, ну, короче, вот вся эта ерунда. Проходит какое-то время, ко мне подходит мой помощник, Попов Игорь, кстати, учился со мной в одной школе, и говорит, Евгений, что душа в него успокоит? Можно я съезжу, посмотрю, что там за ситуация-то вообще? Ну, давайте, ну, значит, у нас машин тогда было мало, управление. Я говорю, ну, вот, можешь взять мою машину, у нас ближайшие два часа она будет. Он поехал туда, вот, звонит оттуда и излагает, значит, ребята мои туда подскочили, действительно стоят три машины. Они их, ну, так, прошурнулись мимо, там, видно, в машинах люди с оружием. Ну, они их окружили, там, столовы наставили стоять, лежать, не двигаться, молчать, кричать, как всегда в таких случаях. Вот, короче говоря, значит, ну, и получилось так, что в двух машинах ребята показали курочки службы безопасности президента, наши, да и, кроме того, знакомые-то многие были в лицо, там службы безопасности в своих кадрах продавала значительная степень. Вот, и все тихо, спокойно. А третья машина, там история была такая же, как у меня. Поскольку службы безопасности президента машины тоже не хватало, то Барсуков выделил свою машину. И вот ребят, которые сидели в машине Барсукова, они, видимо, решили, что, ну, не положено людям, сидящим в машине начальника главного управления охраны, с поднятыми руками выходить и докладывать, значит, вот на каком основании здесь знакомы. Один из них выскочил, а второй пытался оружие достать. Тому, который выскочил, сотрудница вот этого подразделения, такая миниатюрная девушка, она его вырубила в двух локаутах. А тому, который, значит, пытался в машине оружие достать, двумя выстрелами очень аккуратно с двух сторон, значит, его обозначили, что третий пульт пройдет посередине. Поэтому ты так особо не дерзь. Но в машину начальника главного управления охраны пристрелили в двух местах. Великому прискорю. Ну, вот, когда Игорь мне рассказал, я говорю, ну, ладно, значит, вот передай ребятам, что только что они сняли начальника московского управления. И действительно, ну, я сразу совещание заканчиваю, иду к Степашину, машину-то отправил, надо пешком протопаться. Иду к Степашину, прихожу к нему как раз в тот момент, когда ему звонит Коржаков и Барсуков. И они, значит, звонят, я только открываю рот Сергею объяснить, что там, а на него мат льется густой. Вот. Ну, вот такая история. Они, значит, операцию провалили. В чем суть операции, повторяюсь, никто не так и не смог объяснить. И, честно говоря, я сколько ни пытался потом восстановить ход событий, понять, что бы они делали дальше. Вот, ну, потом они же продолжили операцию. Они там положили мордой в снег водителей, они там проводили обыска. А чего только-то? У них даже не было оснований для проведения такого рода действия. Они были незаконны. Кстати говоря, военная прокуратура начала доследственную проверку, а потом возбудила уголовные дела. Вот. Ну, а чего итог-то какой? Мои действия были признаны совершенно правильными, законными. Действия Коржакова было обнаружено превышением должностных полномочий, но в связи с тем, что они не повлекли за собой тяжкие впоследствия, дело было закрыто. Ну, такова это история, которая... Да. Ну, а по мне, значит, когда это все произошло, Коржаков побежал в теннисный зал, где играл Ельцин, прямо в теннисном зале подписал указы моим освобождением занимаемой должности. То есть, фактически владелец телекомпании НТВ, насколько я понимаю, на тот момент Гусинский обратился к вам и сказал, что за мной осуществляется слежка. Вы, как начальник управления по Москве и области, выяснили в ходе созвонов с руководством ГОД Москвы, что это не МВД и не ФСБ. Что не ФСБ, я и так знаю. Да. Но, соответственно, когда начались проверочные мероприятия, вскрылось, что с автоматами, с гранатометами, с оружием на нескольких машинах там служба безопасности президента Ельцина, коржаковские люди, которые осуществляли за рамками своих полномочий. А вот что они осуществляли, я так и не понял. Такая история, она такая памятная в моей жизни. У меня в книге даже голова есть. Главка небольшая. образоваяся операция, может быть, все. Что дальше потом с вами происходило? Как произошла ваша отставка? Как вам об этом сказали, довели? И что происходило после этого? После отставки я понял и сам, без всяких заводков. я сразу ребятам сказал, что они сняли своего наряда. Получил бумагу потом, попрощался с коллегами. Они ко мне все приехали. И они, кстати, из центрального аппарата приехали, коллеги. Учитывая, что речь о визите к опальному начальнику гражданского мужества. Потом на время следствия я еще оставался в Штатах. У меня уже нафиг было не нужно. Мне говорят, ну вот, Евгенович, давайте мы у вас там действующая резерва без заботных любых не нужна. Я говорю, нет, мне это все не нужно. Я не приходил сюда для того, чтобы сидеть просиживать штаны. У меня была конкретная задача. Я же в начале года сам писал рапорт об отставке. Я сам просил с не отпустил. Поэтому говорю, нет, раз так ухожу и все. А как уйдете? А вот у нас нет основания для вашего увольнения. Нет, мы в военной службе и так далее. Вот долго было конитет, пока я сам не придумал основания для моей отставки, для моего увольнения. В этот момент ФСК было преобразовано в ФСВН. Я сказал, что вам давайте увольняйте меня в связи с отказом заключить контракт с ФСБ. Они говорят, ну слушай, у нас все автоматически переключаются контракты. Я говорю, а я вот не хочу, что это автоматически, не желаю и все. У меня с отказом это привело к тому, что я не имел права уже на пенсию, на всякую тату. А звание генерал-майора ФСБ когда вы получили? Это был 93-й год. Это было начало лета, наверное, с весны 93-го. Я долго отказывался на простой резон. Бараников очень хотел, чтобы я надел генеральские погоны. генерал-майора генерал-майора как генерал-полковник уже будет командовать в соответствии с войскими уставами. Поэтому я хотел оставаться независимой политической фигурой. Но в 93-м году я понял, что мы идем к лобовому столкновению, фактически гражданской войне. вот. И говорю, все, Павлович, я решил, пришло время, надо одеть полковник. Тогда два присъеста, сначала членя, даже три присъеста из запаса вернули на службу. из капитана запаса я стал подполковником, можно перепрыгнуть через одно звание, поэтому через войну майора я перепрыгнул. Потом, значит, прыгнул, да, через звание полковника, генерал-майора. Но зато это мне вот в октябрьские дни 93-го года, в сентябрьский и октябрьский. Это реально дало возможность моим сотрудникам говорить, генерал-то велел, чего он А если мы к событиям 93-го года, те события, когда из танков расстреливали какой бы ни был, но все-таки парламент. Как вы видели своими глазами, как развивались эти события, потому что, конечно, ваше свидетельство, как человека, который в тот момент возглавлял управление по Москве и области, я думаю, что вы были, ну, если не у руля ситуации, то, по крайней мере, точно прекрасно понимали, что происходит пошагово. Могу сказать, но это вообще, говоря, тема очень долгого разговора, конечно, сколько-нибудь подробно займет ни одну передачу. Но начать может, ну, в общем, так. Весь 92-й год это был год нарастающего конфликта между парламентами. Там было много личностного, там были и программные факторы. парламент, естественно, больше тяготил к урану и лапки. С теми, ну, кстати говоря, ведь раздача ваучеров, она полностью соответствует. это дело, что люди просто не готовы были производить их. Вот, но, короче говоря, конфликт назревал, там было несколько очень драматических ситуаций, вставал в импичменте, Ельцин пожертвовал Гайдаром, передал власть, правительство передал Черномырдену. Значит, это было сделано под обещание назначить референдум о доверии, получив отстранение Гайдара парламент взял назад свое слово привезти референдум. Ельцин расферепел, и у меня это пометано тем, что еду на работу, на Луганках сидел, мне звонит Филатов, тогдашний руководитель администрации президента, говорит, Жень, можешь заскочить? Скочил. Заезжаю к нему, там он, Шумейка, Шахрай, Кубовский Дима был такой персонаж. Тоже вам рассказывать или нет? Генерал Дима, вот, они стоят, в общем, такое пищение, как четверо испуганных зайчат. Такие испуганные, наплохлившиеся. Я говорю, а чего это такое? Ну, вот, знаешь, вот, что накануне Ельцин объявил указ по особому порядку управления страной, Фосбалатов его назвал опусом первую букву, что на этом основании Ельцин объявил, уже им сегодня объявят импичмент, что Конституционный суд уже вынес заключение о незаконности в том, что указ противоречит институте дает основание ранения. Вот. А генпрокуратура во главе со Степанкова уже, значит, начала готовить материалы по возбуждению уголовного дела в отношении всех лиц, причастных. Я говорю, ну, хоть указ-то покажите. они показывают указ, но действительно, там, честно говоря, соответствует тому, о чем все ночи говорили по телевизору, в Лосмос, парламент, много из того, что мы потом вот. Говорят, что, вы не готовы, что ли, были? Нет, говорит, Борис Николаевич, потребуется указ, никто не готов, не поддерживает армию, не поддерживает вас, что делать? Я говорю, Голан, дайте мне кабинет, кофе, бумагу. Я посижу, посмотрю. Делал этот указ, пошел, посидел, и примерно за часик я его переписал таким образом, он превратился в указ о работе органов исполнительной власти на кризисный период. Примерно так. Потому что под этим названием в нем шла речь об укреплении исполнительской дисциплины, никаких оснований, конечно, для импичмента не было. И когда пришел уже официальный пакет, там наступила полная растерянность. Вроде как, уже собрались импичмент объявлять, комиссионный суд вынес решение о том, чтобы, значит, указ не законен, а в указе нет ничего, что купить. Ну, короче говоря, когда ситуацию отыграли назад, собрали комиссионную совещанную, я участвовал в его работе, в составе комиссионной группы, сводной группы комиссионной совещания, написали конституцию, по-моему, очень хорошую. Вот. И увидели, что, да, значит, конституция должна была пройти через Советы. В этом договорились и об этом говорил референдум, который состоялся в весне года. Там были четыре вопроса, называемый референдум, да, да, нет, да. Ну, короче говоря, предполагалось, что органы представителей власти регионов должны быстро рассмотреть. Они стали по указанию Казбулатова Саботира. Приближалась осень, а в октябре, по-моему, или в ноябре истекал год особых полномочий Ельцин. Истекал период особых полномочий Ельцин, как президента, и совпадал так, что его лишат полномочий, власть вся перейдет к съезду, и, кроме того, будет заморожена работа на Тукул. И он в этих условиях объявил этот указ, что это действия в органах власти в кризисном периоде. Ну, короче говоря, о досрочных выборах парламента. Вот я тогда с Лужковым и подъехали к Зорькину, что эй, то, что указ неконституционный. И вы понимаете, и мы понимаем. Потому что действия съезда неконституционные, как говорится, дух конституции. Принцип разделения власти. И выполняют решение референтов. Тоже мы все знаем. Давайте, значит, Креститовый суд примет позицию объективную и вынесет решение о конституционном кризисе в России. Вот так похватился за эту идею. Он говорит, да, да, соберемся и такое решение. Вот. И, короче говоря, обнесли вот таким легким стокетникам легким заборщикам это здание парламента и отключили там свет и канализацию и воду. Но на самом деле были уверены, что поскольку объявлены выборы были этим указом, на декабрь, посидят, посидят и раздвигаются. ко мне ночью приходят такой тогда очень популярный был. Это на грани политологии, фантасмагории. Извините, не хочу, может быть, компрометировать вашу передачу, но скажу примерно как профессор Соловей. Какой Сергей Кургинян. А он обладал чрезвычайной болтливостью. Вот Кургинян начал, значит, пришел вербовать меня. Это была вторая попытка, перед этим приходил предыдущий начальник управления при луках, закончил с обещанием, значит, меня повесили, а я предложил, ну давай на бутылку коньяка поспорим, вы выиграете, я тебе даю бутылку коньяка и ты меня вывешаешь. А вы проиграете, ты мне просто даешь бутылку коньяка и расходимся таким образом. Вот Кургинян во втором и он пришел ну и очень вот эта гордыня, что я пришел в управление к начальнику и я с ним говорю и он говорит и я и выголтаю все планы новые стратегии сидельцев Белого дома. Вот я понимаю, что да, если не внести какую-то новую струю это дело, то все может пойти не в ту сторону. К этому моменту происходит еще одно самое. и практически в этот же день все было очень спрессованно. Еще одно событие. Значит, мы вышли на контакт с Тереховым, только Станислав Терехов. Он возглавлял союз офицеров одно из боевых подразделений тех, кто сидел в Белом доме. Там их было по сути дело три союза офицеров, организация такого Баркашова аналистическая, ну и офицерский корпус сформированный из сторонников Баркашова и Ачава. Снаружи было все только из резервов Белого дома. Вот. Вот, значит, мы вышли на контакт с Тереховым и встретились с ним. Встретились мы с ним в три часа дня на горбатом мосту. Вот еще, значит, мы с сотрудниками, которые встречу организовали, подходим. Пиджаки специально расстегнули, чтобы было видно, что мы чистенькие идем. Они окружают нас толпой, стволы навели там со всех сторон. Ну, смотри, народ перевозбужденный. Мне говорят, Стас, ты своим людям скажи, чтобы стволы убрали, а то выстрелит никто, не дай бог. Там понимаешь, нам хорошо не будет идти, и он не снять тоже. Ну, вот. Короче говоря, договорились с ним о том, что, значит, до восьми вечера никто не стреляет, все ведемся тихо, спокойно. Я вручаюсь с нашей стороны, вручается с их стороны. Восемь часов вечера снова встречаемся для пролонгации этого перемена. Восемь часов приезжаем и узнаем, там выступает такой Ампилов, пламенный молодой коммунист, альтернативный. И кричит, в этот момент наши товарищи штурмуют здание пункта управления Варшавского договора на Ленинградском проспекте. Яхтешь, думаю, собаку, а, влага истерика. Ну, думаю, собака, слово офицера дало, что до восьми часов будешь сидеть и терпеть. Тогда они убили первых двух людей, пенсионера и гражданчик. ходят. Возьми. Возьми. Ну, вот первая кровь пролилась. После этого, конечно, было предъявлено уже категорическое требование сдать все оружие. Режим пропуска был резко усилен. Вот. А я, значит, понял, что надо как-то вот эту ситуацию ломать. Надо их вытягивать из Белого дома в какой-то мирный процесс. А кто может организовать такой мирный процесс? Вот сижу, думаю, приходит мысль, что патриарх московский. Все я, Россия. Вот. Ну, мне, конечно, как-то неловко его при всех понятных сложностях отношений с ведомством. Но думаю, поеду, как я к Лужкову. А у Лужкова с ним такие очень хорошие контакты. Тут его устроил Ханглеста Спасителя в этот момент и вообще-то наоборот не сдемонстрировал. Но приезжаю к Лужкову обсудить ситуацию и так мимоходом пробрасываю, что это Юрий Михайлович. Надо бы, конечно, все-таки задать какой-то мирный тон этого процесса. Хорошо, если бы патриарх вмешался и вот выступил с инициативой. И минуты не прошло, значит, Лужков уже общается с патриархом, тот был в Америку, в Канаде, или в Америку, в том, где переезжал из Канады в Америку. Вот. И говорит, вот, праздничество, не ваше последнее, что тот прилетает в Москву, начинается тишайшие переговоры в Даниловском монастыре, и сразу выходит, в общем, на мирное урегулирование. Представлял парламент, тогда представлял Воронин, и они привозят в парламент проект меморандум, с Балат фурумед, нет, ни в коем случае, мы должны ситуацию перевести, мы их должны добить. Ну, на следующий день, вот, 2-го уже грибря начинается, в порядке, который еще памятен тем, что мы с Куликовым, начальником московской милиции, там, замначенника московской милиции, или начальником, да, начальником Панкратова после него, значит, мы приезжаем туда, на место, идем, толпа, кроме метро Смоленская стоит, и тот кричит, Савастянов, придем к власти, первая пуля твоя, я поворачиваюсь, один подхожу к толпе, говорю, кто сказал, они все разбегаются, как у Ильфа и Петрова, когда Гендер сказал, кто свидетель, записывайте свидетель, что он подпишет, такие эти разбежания, вот, ну, короче, на следующий день снова демонстрация, уже прорвано оцепление, милиционеров избили, захватили здание в мэрии, в Белую Дома, Сашу Брагинского трижды выводили на расстрел, закончилось для него это плохо, рассеянным склерозом, и так далее, и так далее, вот, стали захватывать здание, где могло быть оружие, здание, значит, Московскую войну, округа штаба захватили, там, целый ряд, у меня просто дежурный поезд, на карте Москвы, молча, ты как-то положил, прапору дали, что-то произошло, я понимаю, что это уже раковая опухоль гражданской войны, она начинает расползаться, мы перехватываем Козельский, Лебедь позвонил, предупредил, что там его, архаровцы, из Приднестровья едут, значит, принять участие с оружием, мы их, значит, в Козельске перехватили, орудие отобрали, покупали, надавали, отправили назад, какой-то, какой-то, какой-лихой подполковник, по-моему, дубль майор, сейчас уже не помню, поднял батальон и из-под Иванова отправился в Москву воевать, я понимаю, что вот, да, вот она, вот у тебя на глазах разжигается, разгорается гражданская война, что делать надо, понятно, что в таких случаях бить по щупальцам бесполезно, бить надо по голове. Звонил Барсукову, понимаю, что решение принято, такое, что они уже приняли, что надо, но я всегда говорю, что никакого расстрела парламента не было, не был убит ни один член парламента, не был убит ни один сотрудник парламента, убиты были люди, убиты ранее были люди, которые наводнили Белый дом, желая ПВР. То есть, это вооруженные силы, это диверсанты, которые пытались захватить Останкиным, которые захватили мэрию и так далее. То есть, вот в моем понимании, единственный способ допустить настоящий большой гражданской войны в России, это было перетечивым сам зародыш с самыми жесткими мотивами. да, ну, здесь, здесь точно об этом надо делать отдельную передачу нам с вами и пошагово расспрашивать, потому что это очень важное свидетельство. Давайте вернемся к нашим дням. С учетом вашего опыта, как генерал-майор ФСБ, как видится происходящее сейчас с Министерством Обороны. Что происходит? Что это за спецоперация? Воры в погонах или воры в погоне? И как это воспринимается вами? Что делает сейчас ФСБ? Что делает сейчас Путин с Минобороны? Когда я работал на строительстве Ингурии ГЭС, у нас был один родитель Греб, который говорил, какой странный русский язык. Вокруг дома строишь запор, дверь закрываешь на запор, в туалет сходить не можешь, тоже запор, ничего, поднять и прыгать. Так и здесь в погоне, в погонах и так далее, и так далее. Ну, во-первых, давайте откроем. Мы с вами все-таки не дети и понимаем, что эти пирожки не сегодня выпекли. Интересно для них замесили очень давно и все это время, пока люди беззаботно воровали, на них копились папочки. Все это было хорошо известно, просто Путин не считал нужным начинать посадки. Теперь Путин решил, что надо начинать посадки. А вот почему он сейчас решил, что надо? По нескольку причин. Причина первая. Выступление Пригожного показало, что его никто не поддерживал. Никто за него не попытался заступить. все просто стояли и смотрели. Дойдет это колесо до Москвы или не дойдет. Дошло бы колесо, сел бы Пригожин в Кремле в Кремль. Никто бы ему слова не сказал, никто бы ничего не помнил. Это вот для него стало очень-очень существенным уроком. Я все время говорил, что как только он развязал войну и как только на Западе стали вводить решительные санкции, вокруг него возник круг людей, ненавидящих его. Потому что благодаря ему они наворовали черту угодно и из-за него они решились наворовывать. Значительные части, причем самые респектабельные части наворовывания. Дворцы, яхты, коттеджи, счета и так далее. То есть вы поймите, люди же они часто не думают о том, что они получили деньги благодаря Путину, а благодаря тому, что они могли безнаказанно воровать в его времена. Они считают, что это они такие вот замечательные, что это их, результат их необыкновенных человеческих достоинств. А уж когда из-за него лишаются, вот представьте себе, жены, дочки, сыновья, которые привыкли, там, к сорбонам, к каким-то подиумам, к яхтам, замкам, бассейнам, и вдруг отдыхать изводите в Карелии, в Славуцке ездите, можно на Алтай, правда, самолет туда скоро летать перестану, потому что самолетов не будет, ну, на поезде вы не очень доберете, да, конечно, это привело к тому, что вокруг него, я считаю, в основном люди его ненавидящие, это реально, и он это понимает, он это хорошо понимает, поэтому я давно уже говорю о том, что неизбежно наступит период, когда людей, которые благодаря ему обогатились и из-за него все лишились, он начнет менять на людей, которые из-за него ничего не лишились, но которые благодаря нему могут обогатиться, то есть, по сути, и он сам это сказал, нам предстоит смена элит, новые элиты должны быть с фронта, потом так дополнил, что речь это были и так 90-х, но кто имеет уши, тот понял, что он будет избавляться от тех, кто его окружает и кто его ненавидит за то, что лишились из-за него всего самого лакомого в своей жизни, он это откладывал, видимо, считал, что ситуация терпит, ну вот, до выборов, когда все уже может начинать как бы под формальным предлогом, это вот вторая причина, третья причина, он ясно понимает, что начав войну в Украине, он вляпался в войну надолго, даже если представить себе, что он захватил всю Украину, всю ее территорию купил, война на этом не закончится, он будет продолжать оставаться в жесткой конфронтации с Западом, он открыл фронт, который неспособен закрыть, в Украине он не может закончить, так что это война на долгие годы, а денежек, извините, все меньше, денежек-то все меньше, потому что это только у нас говорят о том, что ой, как хорошо, у нас такой садо внешней торговли, у нас экономика растет, ВВП 3,5, только, давайте говорить откровенно, рост ВВП является убыточным, это тот рост ВВП, который идет за счет бюджетных ассигнований и превращается в пожарищи на полях сражений, то есть, это убыточный рост ВВП. Да, приносит юань, почти ничего, кроме юаня, да, и это позволяет покупать товары народного потребления в Китае и, в общем, стабилизировать рынок, не допуская больших скачков инфляции. Именно поэтому потребовалось перевести Белоусова в Министерство обороны, чтобы решить две задачи, убрать из правительства человека, который выступает против рыночного регулирования, нормальных рыночных методов в параллельной экономике. А в Министерство обороны посадят человека, которому можно получить аудит в Министерство обороны и, может быть, там, оптимизацию заказа на новые виды военной техники. Короче говоря, перспектива войны долгая, денежек все меньше. Как быть? Придется перестать воровать. Ну, хотя бы попытаться сократить наш образство. Потому что те, кто говорят о борьбе с коррупцией в армии, не понимают, что это же вы, ребята, подумайте о том, вы всех прапорщиков сумеете поставить на место, которые со склада себе лучше тащат. Или там майора, стоящего над прапором и так далее, и так далее. То есть, надо понимать всю эту махину. Итак, вторая причина то, что денег уже начинает не хватать. Нормальный день военных действий. И при том масштабе воровства. А я прикидывал вообще, что значит воровство в России с крайней, в цифрах. Вот, допустим, мы считаем, что, ну, так, берем средневный бюджет Российской Федерации, ну, допустим, 450 миллиардов долларов. Берем десятилетний интервал, начиная с Крыма, когда требовалось усиливать, так далее, так далее. За 10 лет это 4,5 триллиона долларов. Военный бюджет, доля военных расходов в бюджете, ну, берем за этот период, ну, 15 процентов. Да? А 4,5 триллиона это нам задает 650 миллиардов долларов. Честно говоря, я глубоко убежден в том, что, извиняюсь за выражение, норма хищения в российской экономике в государственном секторе составляет 30 процентов. Но это нас выводит на гомерическую сумму 180 миллиардов долларов. Я готов признать свою неправоту и сумму уполовинить. Но вот, по моим оценкам, примерно за 10 лет наш штаб хищения достигает 90 миллиардов долларов. А это две денежки, пять денежки. И вот их надо постараться, извиняюсь, подусушить. Значит, и в этом заинтересован еще один персонаж прекращение воровства. И это третья причина. Этим персонажем является товарищ Си Цзиньпинь. Дело в том, что в последние два года Россия живет на деньги Китаю. Именно Си Цзиньпинь определяет, какой будет торговая скидка на нефть, какая будет цена на газ для России. Есть такой фильм «День выборов». Там есть выражение, которое я очень люблю. Мы ведь на это глаза приподзакрыли, а ведь можем и приподоткрыть. Си Цзиньпинь решил, что он же у себя боролся с этим. Он же к власти пришел на волне борьбы с коррупцией. Китай, когда Си Цзиньпинь начал реформу при Цзиньпинь и так далее, вот сложилась система из 200 семей, которые создали такие, ну, фактически переделили между собой военную, политическую, экономическую власть в стране. 200 кладов. А он пришел на волне борьбы с этим. И тут он, я уверен, друг мой милый Володя, мы, конечно, будем тебя поддерживать до тех пор, пока это не очень нам вредит. Ну уж, пожалуйста, займись тем, чтобы наши деньги не вам по карманам растекались. Я у себя-то с ворами борюсь, а вашим ворам деньги отдавать мне совсем не хочется. И, откровенно говоря, мне по этому ощущению, что Шойгу с собой Путин захватил во время визита для того, чтобы сказать, товарищи, ну ты этого хоть прости, а с остальными я буду разбираться. этому как бы прощению бургенца вот со всеми остальными. Вот мне кажется, эти четыре причины, с лишней сведены, они дают эффект, который, да, открываются папочки, папочки есть на всех, но где-то внутренний голос мне подсказывает, что в первую очередь папочки будут открываться на тех, у кого было что-нибудь за рубежом. домики, счета, времяпровождение и так далее, и так далее. А армию будут обезглавливать для того, чтобы поставить во главе армии новое руководство, которое ничего не потеряло после 2022 года потока поднималось по служению лестницы к новым должностям называемым. Это очень интересная аналитика. Единственный короткий вопрос к вам именно как генерал-майора ФСБ. То есть правильно я понимаю, что существуют те самые папочки практически на все коррумпированное руководство армии, военная контрразведка и служба экономической безопасности ФСБ отслеживают и видят через какие ОООшки и П Тимур Иванов Руслан Цаликов и вся вот эта мафия с якорными подрядчиками субподрядчиками куда все это выводилось все это отслеживалось до определенного момента до какой-то отмашки. То есть вместо того что в какой-то конкретный момент какой-то майор регистрировал рапорт и направлял материалы в следственное управление ФСБ или в ГВСУ СКР для реализации этих материалов и задержания и так далее военная контрразведка и служба экономической безопасности ФСБ России накапливали папочки периодически докладывали наверх но это всех устраивало это это устраивало единственного человека обладающего властью в стране видите вот организированные структуры я часто об этом говорил ФСБ в первую очередь они действуют по принципу что приказное и что позволенное если то что позволено совпадать с тем что приказано это идеальная работа и действует значит приказ ну там приказ должен соответствовать закону если же позволено не то что приказом это уже характеризует систему возвращения степень возвращения вы очень правильно сказали кстати что речь идет о взаимодействии военной контрразведки и безопасности потому что танцуются в обоих концов в одном конце заказчики и распорядители денег в другом получатели денег обналичивающие опять видите мы возвращаемся в время обналички и делящиеся частью сэкономной конечно это да да рапорта были да папочки подшивались да начальники смотрели консультировались можно ли взяли не время не время ждите каторки закапливают в этом кстати есть один негативный момент как мне рассказывает скажем дело магазина океан связано с разветвленной системой хищения как тогда было принято говорить социалистической собственности пришлось перерывать просто волонтаристским путем потому что когда более двухсот тысяч более двух тысяч человек оказались привлечены к уголовной ответственности стало понятно что если продолжать ну пол России сажать надо вот сейчас проблема ведь проблема заключается в том что они накопили столько они извиняюсь проглотить этого сразу не смогут пахать не пахать придется выбирать вот почему я говорю что я думаю что в первую очередь будут смотреть на тех кто имел часть общаться с дальним зарубежным потому что все переварить сразу они не смогут просто то есть фактически сказано вами следует что впереди еще ни один и ни два и ни три задержания отставки и ареста все это будет продолжаться и впереди практически ротация всего руководящего состава российской армии а значит Лефортов будет продолжать заполняться нынешними генерал-майорами генерал-лейтенантами генерал-полковниками и большими начальниками я Лефортова знаю бывал там не раз по долгу служб правда с одной частью страны поэтому не хватит не хватит ах оно не резиновое есть ведь и другая сторона медаль заключается в том что все они готовы они идти как агнцы они прекрасно понимают что их судьба отличается только датой куда придут за кем придут первым за кем знаменитый лагерный принцип умри ты сегодня а я завтра дальше так же сейчас такие же настроения военного руководства страны как мы вот с вами скажем не тот самый верховный просто селок не хватит они-то понимают воронки гревет мотор может приехать сегодня за тобой и завтра и за мной вот как они как Тухачевский с товарищами пойдут что-то свое и сульс у них для этого предоставлено в общем-то даже а судьбу чехни это очень интересная точка российской истории здесь никакой точки ставить не будем ставим тогда с вами многоточие и договариваем крючок я с уважением отношусь к нашим уважаемым подписчикам и зрителям поставим многоточие вот а на крючок я думаю что сейчас фсбшники сажают очень многих военно-начальников а военно-начальники думают глядя на эти крючки с червячками что в общем многоточие поставим я думаю что события будут развиваться самым интересным образом и у нас еще будет в ближайшие там несколько недель с вами интересные темы для обсуждения для беседы всех кто смотрел этот большой важный разговор с генерал-майором фсб евгением вадимовичем савастьяновым пожалуйста поставьте нам лайк так работают алгоритмы ютуба напишите в комментариях то что вы думаете об услышанном потому что это уникальное это очень важное свидетельство и в комментариях здесь пишите ваши важные интересные вопросы которые я надеюсь у меня будет возможность задать нашему уважаемому собеседнику в следующий раз евгений вадимович спасибо вам огромное за потраченное время за то что делитесь этой очень важной информацией я думаю что то что происходит сейчас имеет корни в тех историях о которых вы упоминали в первой части беседы сейчас начинают происходить самые интересные события в том числе на передний план в ротации и в столкновении между ФСБ и Министерством обороны выходит и ФСО но об этом тогда с вами более детально и подробно если позволите в следующий раз на следующей неделе через неделю хорошо спасибо 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 всем уважаемым зрителям всего доброго спасибо большое и всем мирного неба над головой и традиционно в конце нет гулагу и войне в 21 веке мы продолжаем и быть добру друзья подписывайтесь на наш канал и следите за развитием событий и да Евгений Вадимович в следующий раз пожалуйста давайте тогда начнем с рассказа потому что я знаю у вас есть несколько важных интересных книг одну из которых я начал читать давайте тогда начнем наш с вами разговор следующий вы немножко расскажете о вашем писательском опыте о ваших книгах и потом перейдем к обсуждению новых обстоятельств которые сейчас уже происходят в эти самые дни и о которых мы немножко знаем но рассказывать будем чуть позже спасибо большое всего доброго до свидания субтитры